Шавуа Тоб, дорогие друзья! Итак, мы с вами находимся между 17-м Томуза и 9-м Авва. Это 21 день, когда мы скорбим о потере первого храма, о потере второго храма, о разбитых скрижалях и еще целый ряд трагических событий, которые произошли с еврейским народом. Также мудрецы учат, что это время особенно святое, и оно очень благоприятно и способствует чуве, раскаянию и духовному росту, поэтому нельзя это время просто так вот потерять, и нужно максимально стараться углубляться в духовный рост именно сейчас. Итак, с чего же все началось? 9-е Авва, вот этот грустный и трагический день, что же случилось? Еврейский народ вышел из Египта после всех-всех-всех уникальных чудес, когда им открыли море, и все-все, что мы знаем, все уникальные чудеса, они подходят к Израилю и говорят, мы не хотим туда идти, и все вот так вот вместе взяли за ручку и начали плакать, и плакать, и плакать, всю ночь они плакали и скорбили, зачем же мы вышли из Египта, зачем нам нужен Израиль? И они пропечатали этот день слезами, скорбью, и Бог сказал, раз вы плакали просто так в этот день, то вы запечатали вот эту вот грусть напрасную вот в этот день на века, и, к сожалению, у вас будет повод, чтобы поплакать, и с тех пор 9-е Авва, это день скорби и плача, ужасные вещи случились именно в этот день, потому что они просто так плакали. Вам дают уникальную землю, вас вывели из рабства, вам дают самые-самые лучшие в мире подарки. Почему же вы плачете? Что же случилось? Я не претендую на раскрытие полностью этой темы. Я бы хотел просто за пару минут обсудить один маленький-маленький нюанс, совсем буквально маленькую вещь, но очень важную. Еврейский народ сделал большую ошибку. Они сказали, что в Египте, смотрите, что происходит в Египте, там воды хватает, чтобы орошать все земли без проблем. Там есть река Нил, Нил подымается и орошает всю землю. Про Израиль сказано в Торе, и Бог им сказал, что в Израиле такого водоема нет. А что есть в Израиле? В Израиле совсем другой механизм орошения. Еврей встает утром, молится Всевышний, дай мне дождь, и Бог дает ему дождь. Это единственный механизм, откуда появляется влага, дождь, источники для орошения в Израиле. Человек, молитва, Бог. И сделали евреи неправильный подсчет. Зачем нам вот такой механизм, человек, молитва, Бог, если в Египте и так есть вода, и не нужно ничего париться, молиться и так далее. Мы не хотим в Израиль, мы хотим в Египет. Хочешь, Всевышний, перенеси Египет на территорию Израиля, поменяй механизм в Израиле, тогда нам будет все вот подходить, и мы зайдем. Но вот в этот механизм, человек, молитва, Бог, мы не хотим туда вот заходить, мы так жить не хотим. Это очень сложно. Зачем нам лучше египетские механизмы, когда воды хватает вот на 100% и не нужно париться и нервничать. В чем же была их ошибка? Ведь, в принципе, они правы. Намного проще, когда есть вода, чем молиться и ждать, пока Всевышний сделает нам воду. А ошибка заключается в том, что Бог специально в Израиле сделал так, что нету стабильного водоема, чтобы ты мог к нему приходить и общаться с ним. Чтобы ты мог ему сказать, Бог, отец, дай мне воды, мне нужна вода, полить растения, попить мне, напоить детей. И Бог тебе это дает, и ты ощущаешь связь с ним, что он тебе помогает. И тогда Бог совсем не на 100% сокрыт в этом мире, а у тебя есть прямой контакт, у тебя есть недостаток, и Бог его восполняет. Специальная система, чтобы ты мог быть с ним на контакте. Ежедневно приходи ко мне, сынок, попроси у меня воды, и я дам тебе воды. И это уникальный контакт с Богом. Молитва – это просто колоссальный контакт. И Бог специально сделал недостаток, который нужно восполнить, чтобы ты приходил к нему и просил у него, дай воды, и он тебе ее даст. И ваша связь, и контакт, вера, и упование будут укрепляться каждый, каждый день. Но евреи этого не увидели. Они подумали, а, нужно какие-то дополнительные вещи. Мы этого не хотим. Нам хорошо в Египте. И это была дорогущая ошибка. Из-за их ошибки мы до сих пор находимся в изгнании, и мы получаем ужасные-ужасные трагедии, потому что тогда наши отцы не поняли, что от них хочет Всевышний. Он хочет, чтобы у них была возможность к нему приблизиться, к источнику добра. И они ошиблись, и мы до сих пор вот находимся и маемо шумаемо, и имеем то, что мы имеем. Так что, дорогие друзья, молитва – это уникальный контакт. Бог специально сделал нас зависимыми от Него, чтобы мы к Нему приходили и получали с помощью молитвы то, что нам не достает. Чтобы был великий контакт, чтобы мы не терялись из виду и не теряли его из виду, потому что с Ним источник жизни. У Него жизнь, у Него благо, нужно приходить, просить, контактировать, и Он нам все даст. А почему так в кавычках все сложно, чтобы ты понимал, что все от Него? Не теряй его из виду. Спасибо огромное за внимание. Вот я хотел немножко поговорить, почему еврейский народ не хотел заходить в землю Израиля. Спасибо большое. Шавуатов.